всем привет дорогие подписчики я бы сегодня хотел протестировать один прибор вот он вот так вот выглядит это называется мини лупа мини микроскоп карманы не знаю я сейчас покажу как его применять у меня конечно есть лупа я покупал в прошлом году но она как бы практичная то есть можно положить в карман и всегда пользоваться браться бы кто помнит был подписан на мои на мой канал два с половиной года назад тот меня еще помнит вот с такими вот бинокулярными очками или я не знаю как они называются по-другому я раньше вот так делал мне нужно было снимать обзор и не нужно было найти разновидность что-то определить мне нужно было вот так вот фотоаппарат держать держать и только тогда я мог приближать брать монету и вот так приближать рассматривать какую-то разновидность этом шлифовку или определять более точно не про чека какая-то блажный и так далее для примера для эксперимента я возьму вот такую вот монету 10 рублей я не знаю какого на года потому что здесь был очень сильно не про чека но нам не попалась в сентябре прошлого года я даже помню что это был кофейный автомат на метро щелковская здесь не против не про чекан такой силы что непонятен даже год и и учитывая некоторые разновидность я попытаюсь сейчас его определить ну для пример я еще буду рассматривать сейчас с вами вот такую вот монету это 2 рубля 16 года уже современная почти она идет с расколом штемпеля здесь буквально здесь не здесь вы не видите сейчас здесь идет не полный раскол штемпеля сейчас мы на приборе все проверим ладно поехали ну что давайте вкратце я вам расскажу про этот мини микроскоп у него есть два режима обычный режим для монет вот так подсветка и есть него второй режим в обратную сторону прокручиваем это ультрафиолетом он светит это для банкнот так можем подлинность банкнот это знаки водяные так далее дальше давайте включим у него есть такая функция приближает отдаляет он выдвигается основе преимущество у него это он крепится на этим зажимом на вот этот вот смартфон это очень удобно а далее он работает естественно на батарейке вот здесь таблетка батарейка мини микроскоп приближает в 60 раз туда же написано currency detecting это у нас прям как детектор валют дальше ну ссылку я вам дам в описании он легенький грамм 40 переходим дальше так ну что вроде бы я отдел микроскоп вот в ультрафиолете можно посмотреть так это выглядит и обычно это два рубля у нас как я обещал так ну попробуем сделать сейчас снимок на смартфон ну что переходим теперь к самому интересному это определение разновидности мне конечно пришлось повозиться чтобы определить какой-то год это я не совсем уверен значит я знаю что по адресу по старому гербу монета чекальна с периоду с 2009 по 2015 год исследуя разновидности я сразу понял что 2009 год мы отбрасываем точно исключаем поэтому это точно штемпель ht 2 и 5 а с 2010 по 2015 год но потом еще раз постепенно я обратил внимание на нюансы реверса и некоторые особенности и понял что это скорее всего 2013 год московской монетного двора хотя тоже не уверен тут не про чекан очень сильный как вы видите причины кстати не про чекан это вот вот неполный раскол штемпеля брак еще один дополнительный поэтому в 2013 году был новый штемпель для нее так что как то так кстати давайте еще посмотрим одну копейку если кто-то помнит из подписчиков я делал обзор как я нашел редкую монету так вот иногда если человек пожилой ему очень трудно увидеть не то что год чеканки а вообще какой монетный двор какие-то нюансы по разновидностям вот будто утопает в канте примыкает канту ну да ладно однако также этот приборчик будет полезен радиолюбителям которому надо к примеру сфотографировать увидеть найти не знаю продать купить в интернете какую-то плату со смартфоном это будет очень практично делать просто увеличивайте сканируйте и отправляйте в общем делайте все что вам необходимо ну и последнее на сегодня не забывайте регулярно привлекать данный справочник по монетам последний номер если вы хотите вы быстро на таким интернете и если у вас есть смартфон вы можете так поднести к штрих-коду вы его очень легко и быстро найдете в интернете вот так нажимаете и видите все интернет магазин где можно приобрести последний номер этого справочника кстати мой любимый даже если у вас нету смартфона не туда вы можете спокойно абсолютно в гугле в поиске вбить вот этот вот номер вбиваете называете найти и очень быстро легко находите эти же интернет магазины и где нужно где можно купить справочник если вам было полезно данное видео подписывайтесь на канал если вы уже подписаны на канал и если вы не хотите пропустить уведомления о новом контенте жмите на колокольчик и всем пока